Всем тихой ночи. Поступает всё больше запросов на рассекречивание дополнительных материалов в формате чтения документов. Так что вот три малоизвестных небольших объекта. SCP-112. Переменные горки. Объект номер SCP-112. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. SCP-112 содержится в заброшенном парке развлечений, обозначенном как зона. В зоне должна дежурить группа охранников стандартной численности из 12 вооружённых человек, одетых в форму рубашки страны развлечений, чтобы не привлекать внимание гражданских лиц. Источник электропитания для SCP-112 находится в одном из типовых быстровозводимых строений, используемых организацией, оснащённым двумя запирающимся укреплёнными дверями и персоналом в количестве шести охранников и одного оператора. Поскольку остальные аттракционы участка умышленно испорчены, риск проникновения гражданских на территорию оценивается как минимальный. В связи с тем, что аномальные свойства SCP-112 проявляются вне зависимости от состояния объекта, на нём допускается проведение только самых необходимых работ по обслуживанию. Это, помимо прочего, поможет поддерживать у местных жителей уверенность в том, что SCP-112 и окружающие постройки заброшены и не используются по назначению. Все эксперименты, затрагивающие SCP-112, должны проводиться только после оснащения рабочей площадки подвижным туалетом и накрытым столиком с небольшим запасом еды и питья. Описание. SCP-112 – это железная вагонетка для американских горок с сидячими местами, некогда носившая название «Синий волнорез», запущенный в 1900. SCP-112 задумывался как гвоздь всей программы развлечений парка. Первые испытательные заезды получили от приёмной комиссии самые негативные отзывы. Когда сообщения об этом дошли до широкой публики, финансовая сторона вопроса, касающаяся волнореза, обернулась крупными убытками, приведшими к банкротству компании, владевшей парком аттракционов. Парк оказался заброшен и простоял в запустении до 1900, пока местные хулиганы не пробрались на его территорию и не сумели запустить халатно законсервированные аттракционы, среди которых оказался SCP-112. После того, как полиция попыталась арестовать участников вступительного заезда на SCP-112, те, покидая аттракцион, внезапно начали удалено, что привело повышенное внимание местной прессы. Для более подробной информации смотрите архив 112. Привлечённая характерными описаниями, полученными после поезда к организации, выкупила парк под предлогом его перестройки в страну развлечений с целью исследования его возможных паранормальных свойств. После запуска SCP-112 поездка проходит штатно, до момента, когда вагонетка достигает точки альфа, самого крутого спуска на трассе. По достижению точки альфа вагонетка исчезает спустя 3 минуты. Она появляется в точке омега, которая находится на 3 метра ниже точки исчезновения. Люди, катающиеся на SCP-112, получают кардинально различающийся опыт, что видно из сравнения проводимых опросов. Временные рамки путешествия между точками альфа и омега широко варьируются в диапазоне от 8 минут до... Особенности трассы также меняются от человека к человеку. Большинство испытуемых описывают участки рельсового полотна, не присутствующие на изначальном маршруте, похожие по форме на крылья летучей мыши, кольца кобры и наклонные витки. Испытуемые не замечают чужеродности или каких-либо отличий в окружающем мире, только изменения в структуре ездовой дороги. Сойдя с полотна, испытуемые в большинстве своем чувствуют замешательства и жалуются на проблемы со здоровьем, зависящие от времени, проведенного в поездке в SCP-112. Эти болезненные ощущения основаны не на каких-либо физических расстройствах у испытуемых, а на полученном ими субъективном опыте, заключающемся в испытании тех или иных расстройств, вызванных продолжительной поездкой. Так, например, испытуемый, находившийся в пути по собственным ощущениям трое суток, страдал от голода большую часть своего путешествия и был весьма озадачен тем фактом, что после его схода с аттракциона ему совершенно есть не хотелось. Приложение А. Общее описание экспериментов. Эксперимент 11-23-45-34. Подопытный. D-34-53-4. D был отправлен на SCP-112 в 14 часов 42 минуты. Вагонетка достигла точки альфы в 14 часов 43 минуты. Возвращение зафиксировано в 14 часов 46 минут. После схода D потерял сознание, успев перед этим жалобным голосом попросить аспирина. После прихода в себя и получения медицинской помощи, D сообщил, что его поездка длилась 36 минут и трассы изобиловала витками и резкими поворотами, которые отсутствовали в исходном строении. Эксперимент 11-26-75-64. Подопытный D-67-56-4. D был отправлен на SCP в 13 часов 30 минут. Вагонетка достигла точки альфа в 13 часов 31 минуту. Возвращение зафиксировано в 13 часов 34 минуты. После схода с SCP D сообщил, что его поездка продолжалось всего 4 минуты, в течение которых она была просто замечательной. За исключением того момента, когда тележка вылетела с трассы и приземлилась на рельсы перед крутым поворотом в самый последний момент. Эксперимент 11-25-89-3. Подопытный D-58-93. D был отправлен на SCP в 12 часов 30 минут. Вагонетка достигла точки альфа в 12 часов 31 минуту. Возвращение зафиксировано в 12.34. Сразу после остановки D галопом понесся к столику с едой и с неописуемой скоростью принялся пожирать всё, до чего мог дотянуться, включая упаковки оставшейся от уже съеденных продуктов. Когда обслуживающий персонал попытался вмешаться в происходящее, D рассверепел и даже попытался «Данные удалены». После фиксации D испытывал на допросе спутанность сознания и дезориентацию, непрерывно повторяя «Никакой еды до конца поездки. Дайте мне поспать, остановите карусель». 152 вспышки. Организация пришла к выводу, что продолжительность поездки D составляла примерно 5 месяцев, во время которых он страдал от недоедания и крайнего истощения. Никаких физиологических подтверждений этому найти не удалось. Эксперимент 1127556. Подопытный D57556. Д был отправлен на SCP в 1136. Вагонетка достигла точки альфа в 1137. Возвращение зафиксировано в 1140. Д проявлял симптомы, сходные с симптомами предыдущего подопытного, но в менее выраженной форме. На допросе D пояснил, что его поездка продолжалась один месяц и шесть дней. Все это время у него не было шанса поесть или поспать. Кроме того, езда на SCP-112 усугублялась жуткой головной болью. D сообщила прохождение участков трассы всех типов, что на ней имелись, и нескольких довольно необычных. На съемке, сделанной во время поездки, видно, как D наклоняется согласно поворотам трассы и рыдает 3 минуты, которые продолжалась запись. Приложение B. Допрос участников поездок. Испытуемый D-3578-4. Опрашивающий. Доктор. Тип интервью. Протокол, составленный после поездки. Доктор. 3578-4. Как вы себя чувствуете? D заглядывает в глаза. Да все в порядке, чувак, я просто прокатилась на американских горках. Ты должен спрашивать не меня, а вон того парня, ну знаешь, который распускал кулаки в конце поездки. Доктор. С ним мы еще побеседуем. Будьте любезны, опишите ваш опыт катания на SCP-112. D. Смеется. Да что тут рассказывать? До того, как попасть в тюрьму, я как раз проектировала такие горки. Первые пару минут поездки из-за этого всегда переживаешь, но потом наслаждаешься крутыми зигзагами. Кстати, я почти уверена, что делала точно такие же в... В целом все было чудесно. Если бы не этот... Мила рядом не вел себя как идиот. Доктор. D-2551-2. А что именно он вытворял? D. Вздыхает. Честно говоря, меня смутило то, чего он не вытворял. Он так наклонился вперед, что чуть не погнул ограничителя. Думаю, все это время он не закрывал рот. И вообще, я бы сказал, что он выглядел словно прорыдал на взрыд несколько часов. Фиг знает. Когда мы прошли за пик, за которым был резкий обрыв, я попробовала щелкнуть пальцем у него перед носом. Идиот едва повернулся в мою сторону и как... Ну вы знаете, что произошло дальше. Доктор. Да, он ударил вас. D. Но не то, чтобы ударил. Дал мне пощечину и начал дергать. Словно хотел всю душу вытрясти. Не думаю, что на самом деле он меня пытался убить. Скорее, хотел чего-то от меня добиться. Именно так он, кстати, и вопил. Хрипел какую-то хрень. Типа, почему-то не смотрела на меня. Почему-то так радовалась всю поездку. Где-то на середине второго вопроса охрана познакомила его затылок со своими прикладами. Второй допрос. Испытуемый D-2351-2. Опрашивающий. Доктор. Тип интервью. Протокол, составленный после поездки. Введение. Данное интервью было проведено спустя три недели после поездки на SCP-112 с D-3578-4. С момента ее завершения D не изъявляет желание к устному общению. Время от времени он делает попытки заговорить, но сразу же проявляет признаки боли и дискомфорта. Словно его глотка слишком воспалена для свободного общения. Хотя медицинские исследования не обнаружили никаких аномалий у D. Очевидно, что опыт полученный им на SCP-112 нанес психике тяжелую травму. Доктор. Посчитал возможным полное восстановление до ежемесячного устранения. И решил, что к тому моменту субъект сможет точно оценить продолжительность своей трассы. Допрос проводился через письменное общение. Из текста позже было удалено лишнее с целью максимально кратко описать основные моменты поездки. Доктор. Добрый день, 2351-2. Как самочувствие? Д. Все еще болит. И голова кружится. Все вертится перед глазами. Вращается, вращается, вращается. Просто бесконечно. Доктор. В связи с чем вы утверждаете, что у вас болит горло? Д. Орал. Орал снова и снова. Девка мне не отвечала. Даже ни разу не посмотрела в мою сторону. Я кричал и кричал ей, пока мог. Горло отходило. Начинал снова. Ни разу не посмотрела. Ноль реакции. Только сидела с этой дурацкой улыбкой на всех этих адовых подъемах и спусках. Спусках и подъемах. Бок о бок. Бок о бок. Доктор. Я подозреваю, вы имеете в виду 3578-4, которая была с вами в этой поездке. Д. Девка с огромными ржущими сиськами. Улыбалась и смеялась. Смеялась и улыбалась. Каждый разворот. Каждый поворот. Каждую петлю. Даже в темноте слышал, как она заливалась смехом. Не мог глаз сомкнуть из-за этого бесконечного завистливого ржания и визга. День и ночь. Утром и вечером. Столько визжать и хохотать, как ей это удавалось. Доктор. По ее словам, вы просто сидели, уставившись вперед. Она пыталась привлечь ваше внимание, но безуспешно. Д. Я тряс ее изо всех сил. Она даже не шелохнулась. Только сидела и смеялась. Пыталась заставить ее прекратить несколько месяцев подряд. Но она совершенно не реагировала на меня. Продолжала ржать. Продолжала визжать. Продолжала смеяться надо мной. Пока умирала от голода. Мочился. Бился головой о боковину. Даже пока истекал кровью, она все равно смеялась и визжала. Круг за кругом. Поворот за поворотом. На каждом из этих неисчислимых падений в бездонную черную пропасть. Доктор. 23.51.2. Я пытаюсь вам помочь, но ваши безумные россказни не окажут вам доброй службы. В конце поездки на вашей голове не было никаких ран. Д. Я там был. Я все чувствовал. Как теплая кровь стекала по моей голове. Как она остывала. До сих пор то место чешется. Доктор. Так что же произошло в конце поездки? У вас с 35.78.4 произошел некий инцидент? Д. Внезапно, спустя столько времени, она прекратила смеяться и хохотать. И посмотрела на меня. Улыбнулась и спросила. Клево покатались, да? И я стал трясти ее, чтобы выяснить, почему она ни на секунду не прекращала смеяться и визжать. Я не хотел причинить ей вред. Это правда. Я хотел просто узнать, почему? 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 Повторено? Раз. До момента, пока D не был оторван от бумаги. SCP-1160. Эффективное сдерживание. Объект. Номер SCP-1160. Класс объекта. Кетр. Изменено. Безопасный. Особые условия содержания. SCP-1160 в настоящее время содержится при помощи протокола Танго-77. Персонал фонда осуществляет наблюдение за областью содержания SCP-1160. Обо всех изменениях в поведении или внешнем виде SCP-1160 следует сообщать внешней команде содержания в зоне 95. В соответствии с протоколом Танго-77, производство и распространение сухих завтраков хлопья Суперкока осуществляется зоной 95. Любой спад популярности бренда Суперкока следует считать информационной угрозой второго уровня. Описание. SCP-1160 представляет собой грубную птицеподобную сущность паранормального происхождения, обитающую под горой. Рядом. С. На острове. На момент обнаружения рост субъекта составляла около 85 метров. Однако, благодаря эффективности, примененного фондом протокола Танго-77 по состоянию на 11.09.2014, рост SCP-1160 уменьшен до примерно 25 сантиметров. Обнаруженные документы свидетельствуют о том, что сущность, названная первыми жителями острова Эль-Ротанера, появилась в 1765 году и предприняла серию агрессивных нападений на рыбацкие деревни острова. Ввиду аномальных особенностей SCP-1160, жители деревень были не в состоянии должным образом бороться с сущностью. Ниже приведена выдержка из рукописи, найденной в перевод с испанского. «Канюк снова пришел вчера вечером, и он был еще больше, чем прежде. Первым мы услышали его крик. Великий клок от ужасного демона. Он похож не на существ материка. Хуже. Он будто вытащен из дьявольской бездны вечность назад. Конюк прорвал нашу оборону, и у нас не было выбора, кроме как бежать к морю или же укрыться в земле и молиться, чтобы он не истребил нас. Каждую ночь, когда конюк возвращается, он становится все больше, а нас остается все меньше». SCP-1160 может получить повреждения, но на практике сущность следует рассматривать как неразрушимую, поскольку SCP-1160 способен быстро и полностью восстанавливать утраченную или поврежденную ткань, а также выдерживает выстрелы из всех видов обычного огнестрельного оружия и взрыва мощностью до трех сотен килотонн. Кроме того, ряд зрительных органов, подобных таковому насекомых и расположенных вокруг головы и спины, обеспечивают SCP-1160 обзор практически на 360 градусов. Эти особенности, в сочетании с естественной силой и скоростью SCP-1160, делают сущность смертоносной в ближнем бою. Тем не менее, SCP-1160 подвержен негативному влиянию человеческого восприятия, что было использовано для разработки протокола Танго-77, обеспечивающего всеобъемлющее и долгосрочное решение вопроса по содержанию SCP-1160. Число осведомленных в объекте лиц прямо пропорционально скорости его биологического разложения и обратно пропорционально его размеру и силе. Этот эффект, однако, проявляется не мгновенно, а в течение нескольких часов после первоначального восприятия объекта людьми. Считается, что SCP-1160 можно было бы уменьшить в размере до бесконечности, но точные пределы этого эффекта, если таковые имеются, неизвестны. Приложение 1160-1. Протокол Танго-77. После изначального обнаружения SCP-1160 группа ученых фонда предположила, что внезапное и резкое падение активности SCP-1160 каким-то образом связано с появлением на острове сотрудников фонда 13.08.1943. После плановой обработки амнезиаками сотрудников класса D в зоне 77 на острове SCP-1160 атаковал учреждение фонда и соседний рыбацкий поселок. Во время нападения сущность вела себя крайне агрессивно и имела значительно более крупные размеры, что привело к гибели сотрудников фонда и других жителей острова. После этого открытия был разработан протокол фонда Танго-77. Проект под кодовым названием «Субботним утром». Заключался в распространении значительной осведомленности о SCP-1160 среди человеческих субъектов с целью ослабить объект и облегчить его сдерживание. В 1953 году после десятилетней разработки было предпринято первоначальное экспериментальное внедрение протокола. 14.05.1953 подставная компания фонда Standard Products начала производство сухих завтраков хлопья Суперкока, широко распространившийся в основном в качестве продукта для детей. В качестве маскота бренда выступал конюк Брэдбери. Нарисованная карикатура, напоминающая SCP-1160. Этот персонаж был помещен на видное место на передней и задней части коробки, также содержащий серию тонких аномальных меметических триггеров, предназначенных для внедрения конкретных фрагментов информации о природе и внешнем виде SCP-1160 в подсознание целей. Первоначальные версии данных триггеров были получены методом реверс-инженерных свойств, таких меметических аномалий, как SCP-2061, SCP-2076 и пурпурного талисмана. Со временем эти триггеры были несколько скорректированы, чтобы избежать чрезмерного распространения конфиденциальной информации. И последние опросы покупателей продукта показали положительные результаты. Так, если ранее потребители отвечали, что конюк Брэдбери — это конюк, который живет на тайном острове и нападает на людей. Теперь они склонны считать, что персонаж представляет собой шаловливую птицу, которая живет на тропическом острове и пытается украсть хлопья суперкоку маленьких детей. SCP-2464. Подвешенная. Объект номер SCP-2464. Класс объекта. Кетр. Особые условия содержания. Ограниченный доступ к SCP-2464-1 поддерживается через пять контрольно-пропускных пунктов. Обозначены как участки с первого по пятый, расположенные на расстоянии примерно в 5 километров друг от друга, на протяжении основного тоннеля доступа. Доступ на участок 5 предоставляется только сотрудникам с четвертым уровнем допуска или членам уполномоченных групп разведки или технического обслуживания. Лица, получающие доступ к участку 1, должны быть поставлены на содержание, доставлены в зону 81 для обследования, а затем обработаны амнезиаком класса D или устранены. Каменная плита, отделяющая SCP-2464-1 от участка 5, должна постоянно оставаться на месте, кроме как в случае произведения плановой разведки или технического обслуживания-4. Если -2 нарушит условия содержания, следует подорвать предварительно установленные заряды вдоль главного тоннеля доступа к зоне 2464, что приведет к обрушению тоннеля. Если SCP-2464-2 сможет выбраться из обрушенного тоннеля, следует активировать ядерное устройство, размещенное под временной зоной 81. Основной проблемой в отношении дальнейшего сдерживания SCP-2464-2 является обслуживание-4. Исследования в области строения и функции-4 продолжаются и должны считаться главным приоритетом. Ни при каких обстоятельствах даже в ходе обслуживания-4,-2 и-3 не должны быть каким-либо образом потревожены. Описание. SCP-2464-1 представляет собой пространственно-временную аномалию, расположенную в известняковых штольнях Морриса, которая находится недалеко от города. Индиана. И обозначена как временная зона 81-2464. SCP-2464-1 доступен только через единственный вход, перекрытый большой каменной плитой. Другие попытки получить доступ к Тире-1 оказались безуспешными. Попытки подкопа в пространство, где должен находиться Тире-1, встретили только твердый известняк. Внутри Тире-1 располагается холмистая открытая местность, которая простирается в бесконечность во всех направлениях. Примерно в 50 метрах перед входом в Тире-1 располагается фермерский дом, напоминающий американские дома 60-х годов. Дом находится в аварийном состоянии. Анализ растительного вещества в Тире-1 не выявил неизвестных или чужеродных биологических веществ. Солнце в пределах Тире-1 постоянно расположено в зоне сумерек. На территории фермы находятся две аномальные сущности и одна аномальная машина, обозначенные как Тире-2, Тире-3 и Тире-4 соответственно. Вся они расположены в спальне хозяев на втором этаже дома, которая кроме них содержит только кровать. Тире-2 представляет собой человека женского пола, возрастом примерно 12 лет. Рост Тире-2 примерно 1.4 метра. Волосы каштановые, судя по всему, нестриженные в течение нескольких лет. Цвет глаз в настоящее время не может быть определен. Тире-2 находится на кровати в спальне на втором этаже. Рот Тире-2 постоянно открыт, но в остальном она неподвижна и не реагирует на запросы, вероятно из-за воздействия Тире-3 и Тире-4. Тире-2 удерживается на кровати при помощи кандалов, расположенных на запястьях и лодыжках, хотя все они сильно проржавели. Подробнее о Тире-2 смотрите в приложениях. Тире-3 – идентичная сестра-близнец Тире-2. Тире-3 подвешена на потолке над Тире-2 при помощи железных застежек вокруг колен, лодыжек, локтей, запястья и торса, а также и шеи. Тире-3 не реагирует на запросы, вероятные из-за воздействия Тире-4. Тире-3 крайне истощена и постоянно выделяет через рот вязкую черную жидкость, которая попадает в открытый рот Тире-2. Источник этой жидкости в настоящее время неизвестен. Тире-4 – это некоторая машина, которая, как считается, была спроектирована и сконструирована покойным доктором Майклом Беннингом, научным сотрудником фонда с 1934 по 1975 год. Она расположена в спальне на втором этаже, под северной стеной. Тире-4 состоит из основного узла и ряда медных трубок, которые идут вверх к стене и к Тире-3. Эти трубки входят в тело Тире-3 через медные разъемы на ее правом боку, чуть ниже подмышек. Кроме того, в различных местах по всему устройству были обнаружены различные биологические компоненты, назначение которых в настоящее время неизвестно. В целом, Тире-4 находится в состоянии сильного износа, ведутся постоянные попытки полностью восстановить механизм. Очевидное назначение Тире-4 продляет срок жизни Тире-3 путем предотвращения ее старения. И хотя этот процесс, видимо, эффективно справляется со своей задачей, побочным эффектом от него является деградация тканей клеток Тире-3, что приводит к возникновению по всему телу злокачественных опухолей. Темпы роста этих опухолей сведены к минимуму, ввиду аварийного состояния Тире-4. Но текущие модели подсказывают, что через 10 лет без ремонта Тире-4 будет не в состоянии справляться со своей функцией, что очевидно приведет к смерти Тире-3. Обнаружение. SCP-2464 был первоначально обнаружен в ходе обычной добычи известняка персоналом шахты Морриса, которые сообщили, что пробились через слой известняка на поляну на другой стороне. После оценки характера Тире-1 агенты фонда взяли шахту под контроль и установили временную зону 2464. После тщательного изучения фермы и Тире-1 стало ясно, что этот дом идентичен дому доктора Беннинга, сгоревшему в 1975 году. При входе в спальню на втором этаже сотрудники фонда обнаружили Тире-4 в поврежденном состоянии. В первоначальном докладе было отмечено, что хотя Тире-4 испытал ряд катастрофических сбоев важнейших технических компонентов, нет свидетельств того, что он не справляется со своей работой. На протяжении попыток ремонта Тире-4, даже после других значительных сбоев, никаких признаков его остановки отмечено не было. Приложение 2464.2x требуется уровень допуска 4 или выше. В настоящее время считается, что Тире-2 является изменяющей реальность сущностью класса 4, и Тире-1 в целом, кроме Тире-3 и Тире-4, является результатом ее воздействия. Тире-2 не проявила каких-либо признаков активного искажения реальности за время содержания в фонде. Однако наличие пространственной аномалии в сочетании с полученной из документов у доктора Беннинга информации наталкивает на вывод о том, что Тире-3 предназначена для содержания Тире-2 в состоянии неопределенно долгого статиса и предотвращения проявления ее аномальных способностей. Несмотря на это, похоже, что Тире-2 способна подсознательно искажать реальность, что вероятно и привело к созданию Тире-1. Также в настоящее время считается, что в случае окончательного выхода Тире-4 из строя и смерти Тире-3, Тире-2 будет освобождена из своего текущего статиса. С учетом информации, полученной из протоколов доктора Беннинга, психическое здоровье его дочери находится в плачевном состоянии. Не исключено, что это событие может спровоцировать развитие сценария класса РК, реструктуризации реальности, ввиду выхода из-под контроля способности Тире-2 к искажению реальности. Ввиду этих факторов комитету по сдерживанию предложено повысить класс SCP-2464 с Евклида до Кеттера, чтобы отразить огромное значение SCP-2464-4 в содержании. Отчет об инциденте 5704-2013. Во время планового технического обслуживания Тире-4 руководитель группы техобслуживания сообщил, что слышал звуки исходящей из спальни второго этажа, прекратившиеся прежде, чем группа достигла ее. При входе в комнату глаза Тире-3 были открыты, чего ранее не наблюдалось. Был отдан приказ выполнить обслуживание SCP-2464-4 в соответствии с инструкциями и продолжать следить за Тире-3. Плановое обслуживание прошло без дальнейших осложнений. Руководитель группы сообщил, что Тире-3 следит глазами за членами группы, но никаких других движений не совершает. Группа технического обслуживания покинула дом без каких-либо осложнений. С тех пор Тире-3 не совершала подобных действий. Решение совета по поводу запроса. Повышение класса SCP-2464 от Евклида до Кетра одобрено.